Михаил Филиппов называет себя будущим предпринимателем, фотографом, видеографом. И в своих бизнес-начинаниях молодой человек рассчитывает на поддержку государства в 350 тысяч рублей. Я хочу взять для видеосъемки камеру, для фотосъемки. Это хотя бы какой-то старт, а там дальше можно развиваться, что-то делать. То есть докупать еще оборудование, развиваться, допустим, аэросъемку покупать. Уже 4 года в Алтайском крае можно получить денежную помощь на развитие бизнеса. Ее раздают в рамках социального контракта, специальной мерой государственной поддержки. Финансовую помощь могут получить малообеспеченные жители. Среднедушевой доход на него и на каждого члена его семьи, если речь идет о семье, ниже одного прожиточного минимума. Семья из двух человек, и один получает 20 тысяч, другой ничего не получает, но он имеет. Вот могу привести пример. Мама с ребенком, мама швея, организовали ателье по ремонту. Ребенок, будучи близкий к совершеннолетию, осуществляет помощь какую-то, и таким образом ателье у них работает. По словам специалистов, за последний год желающих работать на себя становится больше. Ну а тех, кто готов стать предпринимателем, требует полного понимания своего дела, то есть бизнес-плана. Его нужно предоставить в отделение судзащиты по месту жительства. Там формирована комиссия, которая рассматривает как раз такие бизнес-планы. В состав комиссии входит обязательно представитель администрации города или района, представители бизнес-сообщества. То есть та компетентная среда, которая действительно могут сказать, что вот в вашем конкретном случае, ваш бизнес-план, да, действительно, он даст какую-то положительную динамику и эффект экономический. Те, кто хочет, но не знает, как ждут опытные предприниматели. Мы консультируем именно по финансовой части, по разработке бизнес-плана. На данный момент тоже у нас идет однодневный тренинг по бизнес-плану, бизнес-план для социального контракта. Вот сегодня 33 участника считают свои проекты и вот при сопровождении наших консультантов уже делают качественные расчеты, с которыми они дальше уже могут запускать свои проекты. За три года существования государственной меры поддержки в крае оформили больше трех тысяч социальных контрактов на открытие своего дела. В 2023 году федерация направила в Алтайский край свыше миллиарда рублей. В региональном министерстве соцзащиты намерены оформить не меньше 12 тысяч социальных контрактов, среди которых не только открытие бизнеса, но и поиск работы и создание ЛПХ. Когда дело жизни открыто, чиновники напоминают про отчетность, покупать лишь то, что заявляли в бизнес-плане. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.